Цена победы в футбольном матче настолько высока, что напряжение участников может привести к потасовкам на поле. Нередко у игроков сдают нервы, они перестают контролировать себя и вымещают накопленную злость на соперники. И в этом видео я хочу рассказать о случаях, когда футбол превращается в рестлинг. В игре за мяч Йозу Акимих неудачно подкатывается под футболиста Доминика Кора. Игрок Айнтрахта успевает выбить мяч, после чего, перепрыгивая полузащитника, ударяет немца шипованной бутсой по голове. На повторе это выглядит действительно устрашающе. Кимих встал и хотел продолжить игру, но судье пришлось остановить матч и заставить немца подбежать к врачам, поскольку из-за удара он получил рассечение и вся его голова истекала кровью. Кимиху наложили швы, после чего он вернулся и смог продолжить игру, а виновник не понес никакого наказания. Вратарю Реймса, при Драгу Райковичу, очень не понравилось поведение звезды ПСЖ Киллиана Мбаппе. Француз нарочно выбил мяч из-под ног голкипера, когда тот хотел ввести мяч для быстрой атаки. Райкович разозлился и крикнул в сторону Мбаппе пару ласковых слов, после чего взял и одной рукой откинул Киллиана подальше от своей штрафной. Вратарь не испугался даже судью, который в этот момент стоял в паре метров от инцидента. Кипер получил жёлтую карточку, а когда Неймар и Мбаппе объясняли суде, что это уже не первая выходка вратаря, тот стоял в стороне и подсмеивался над лидерами парижского клуба. Главный эпизод противостояния Фрайбурга и Антрахта произошёл на последних секундах игры. Мяч уходил за пределы поля, и за ним бежал Дэвид Абрахам, но на пути защитника попался тренер Фрайбурга, который не остановил пролетавший мимо него мяч, а также не желал подвинуться. И в итоге Абрахам, не сбавляя скорости, плечом врезался в тренера, да с такой силы, что тут моментально упал на газон. Вся скамейка Фрайбурга вскочила, дабы заступиться за тренера, и стычка переросла в массовую драку. После того, как эмоции утихли, судья показал защитнику красную карточку. А в дальнейшем немецкий футбольный союз дисквалифицировал игрока до конца 2020 года. Друзья, уже сегодня нас ждёт безумный матч между Тоттенхэмом и Манчестер Юнайтедом. А с просмотром этой игры вам помогут мои надёжные партнёры OneX. На такое событие ребята дают самые высокие кэфы. Пополнение без комиссий, регистрация в один клик без паспорта, моментальный вывод средств на большинство платёжных систем. Всё это вы найдёте у моих партнёров. Хочешь получить больше адреналина при просмотре матча любимой команды? Тогда переходи по ссылкам под этим роликом, либо сканируй QR-код, что сейчас на экране. В концовке первого тайма футболисты Ливерпуля трижды смогли поразить ворота Манчестер Юнайтед. И в этот момент у Криштиану Роналду не выдержали нервы. Футболист Мерси Сайдцев Кёртис Джонс укрыл мяч корпусом и сумел опередить португальца. После чего Криштиану в отборе швырнул соперника через бедро. А как только игрок упал на газон, Роналду со всей злости стал пинать по мячу, который отскочил в пресс Джонса. Игроки Ливерпуля молниеносно побежали к португальцу и начали жёстко прессинговать звезду красных дьяволов. Вирджил Ван Дейк даже успел ударить Криша грудью. Успокоил футболистов лишь главный арбитр встречи, Энтони Тейлор, показав Роналду жёлтую карточку. Хотя в подобных ситуациях арбитры зачастую дают за агрессию красную карточку. Друзья, как вы думаете, нужно ли было удалять Роналду? Напишите своё мнение в комментариях. Защитник Ювентуса Мехди и Бинатья очень грубо влетел в спину Игуаину. Арбитр показал игроку старой сеньоры жёлтую карточку, отчего Гонсало пришёл в ярость. Футболист набросился на рефери с критикой и крикнул «Серьёзно? Жёлтая карточка за это? Ты просто сумасшедший!» Рефери выслушал оскорбление аргентинца, полез в другой карман, достал красную карточку и вручил её Игуаину. Аргентинец ещё сильнее психанул и стал кричать на Криштиану Роналду, который попытался его успокоить. Жозе Босингве не понравилось, как Йоси Бинаюн тянет время в поединке. У углового флажка игрока Ливерпуля прессинговал Дидье Дрогба. Но внезапно в кадре появился Босингва, который, недолго думая, ногой врезал спину футболиста скаузеров. Прямая красная карточка, скажете вы. Но судья пропустил этот эпизод. Помощник рефери, находившийся в сантиметрах от происшествия, тоже промолчал. И в итоге Дхекван Дис не получил даже жёлтой карточки за такой грязный поступок. Златан Ибрагимович известен манерой незаметно для судьи совершать провокационные поступки. И в матче между ПСЖ и Лилем Златан толкнул спину нападающего команды соперника Рио Мавуба. Полузащитника взбесил поступок шведа, и, не замедляя с ответом, он ладонью по голове оттолкнул Златана. Ибрагимович схватил игрока за затылок, а тот в ответ повалил нападающего на газон. Это происходило прямо перед лицом арбитра, но он не стал показывать красные карточки, ограничившись предупреждениями каждому игроку. На сороковой минуте Мэйсон Холгейт и Руберто Фермино боролись за мяч. Защитник Эвертона, понимая, что не обгоняет бразильца, оттеснил того к бровке, а потом руками толкнул соперника на рекламный щит. Фермино перелетел через щиты и улетел к зрителям. Бобби эмоционально отреагировал и моментально побежал к обидчику, но главный судья преградил путь игроку. Бразилец что-то крикнул Холгейту, отчего тот пришёл в ярость и стал обращаться к рефери. И как оказалось, футболист Эвертона пожаловался арбитру на то, что Фермино использовал слово с российским подтекстом, что в Англии чревато длительной дисквалификацией. Но футбольной ассоциации не удалось найти подтверждение тому, что Фермино действительно оскорбил Холгейта на расовой почве и оправдал футболиста Ливерпуля. В матче Кубка Италии между Интером и Миланом произошёл конфликт между Румелу Лукаку и Златаном Ибрагимовичем. Бельгийц вплотную подошёл к шведу, но тот совершил движение головой и лбом попал оппоненту в подбородок. Одноклубники смогли погасить конфликт, расталкивая игроков друг от друга. Но на этом стычка не закончилась. Ибра крикнул Румелу «Иди занимайся своим вуду-дерьмом, маленький осёл!» Лукаку ответил «Хочешь поговорить? Пошли туда!» Указывая на подтрибунное помещение. Всё происходило на 45-й минуте, и игроки уже стали уходить на перерыв. Но Лукаку продолжал кричать «Пошли в подтрибунку, мы и там разберёмся!» Ибра парировал, и бельгийц пришёл в ярость. Он кричал «Хочешь поговорить о моей маме?» Возможно, вы не поняли, почему Лукаку связал выкрики про Вуду со своей матерью, но это отсылка к высказываниям владельца английского Эвертона, цвета которого Румелу защищал с 2013 по 2017 год. В одном из интервью функционер рассказывал, почему Румелу не продлил с клубом контракт. Так, в ходе одной из встреч футболист позвонил матери и заявил, что в ходе паломничества получил послание от служителя Вуду о необходимости перехода в Челси, в связи с чем отказался подписывать новое соглашение с мерсисайдцами. А с моим промокодом FOODLIFE ты можешь получить аж до 25 тысяч рублей при регистрации на первый депозит, но только для новых пользователей. Челси в январе 2013 года упорно мучился с Уонси в полуфинале Кубка Английской Лиги. Мяч вылетает за лицевую линию, и вместо ожидаемого паса от бол боя, тот будто забыв, что он уже не во дворе и рядом не его ровесники, заблокировал мяч всем телом и упорно отказывался отдать мяч Азару. Эден поначалу пытался по-хорошему вырвать снаряд из цепких рук пол боя, но когда не помогло и это, бельгийц несколько нерасчетливо попытался выбить из-под него мяч, и тут начался настоящий театр эмоций и безрассудства. Мальчик скорчился от нестерпимой боли во всех конечностях разом, разжал мяч, но было уже поздно. В историю вмешался рефери, разглядевший с помощниками умышленное нанесение травмы участнику матча. И за 10 минут до конца игры показал Азару красную карточку. Кстати, пострадавший был никем иным, как сыном известного акционера, поэтому история получила столь внушительную огласку. Возможно, многие из вас помнят ужасный фол Хуана Суниги против Неймара на чемпионате мира 2014, когда колумбиец в борьбе за мяч очень грубо коленом врезался в бразильца. После этого удара у Нея был диагностирован перелом третьего поясничного позвонка, что могло сделать его инвалидом, попади игрок на пару сантиметров ниже. Колумбиец извинился перед Неймаром, и тот, как казалось, простил Хуана. Но спустя год в матче розыгрыша Кубка Америки Бразилия играет с Колумбией. И по классике соперники всю игру избивали Неймара. И в числе обидчиков был Хуан Сунига. В один момент бразилец не выдержал и обратился с жестами и следующими словами. «Спасибо тебе! После всего этого ты звонишь и просишь прощения, сукин сын! Я жду от тебя звонка и на этот раз!» И в концовке матча терпение Нея не выдержало. В одном из эпизодов бразилец мощнейшим ударом попадает в спину Пабло Армеро, после чего тот падает так, будто получил кувалдой по спине. Между футболистами обеих команд началась массовая потасовка. И тогда Карлос Бака со всей силы толкнул Неймара, отчего тут еле удержался на ногах. Стычка продолжалась, и суде даже пришлось закончить игру на минуту раньше. И в итоге Бака и Неймар получили по красной карточке. На чемпионате мира 2014 года по ряду причин сборная Камеруна была признана самым мерзким участником турнира. Но даже несмотря на гадкие выходки футболистов вне матчей, всё же они успели отметиться и в игре с хорватами. Беспомощные камерунцы уже проигрывали во второй игре на чемпионате мира. Больше всех задерживаться на поле не хотел Алекс Сонг. На 40-й минуте, во время контратаки хорватов, камерунец из-под тишка треснул кулаком по спине Марио Манджукича. Если бы последний как-то неминуемо угрожал воротам сборная Камеруна, порыв Сонга ещё можно было бы понять. Но ведь у Манджукича и мяча не было, а Сонг получил красную карточку, и с решением судьи, вопреки всем футбольным традициям, даже не стал спорить. И в итоге FIFA дисквалифицировала игрока на три игры. Полузащитник не сыграл в последнем матче Мундиаля против Бразилии и пропустил два матча сборной после чемпионата мира.